Готовьте свои тетрадки и ручки. Будем сейчас с вами записывать очень полезную информацию. Юлия попала в эфир. Здравия, Юлия. Здравия. Здравствуйте. Благодарю вас, Ярослав, за приглашение на прямой эфир. Благодарю вас за то, что появились в нашем пространстве. И, друзья, Юлия – основатель Института Академии Женской Харизмы, где я понимаю, что женщины и мужчины изучают науку чувственности, науку сексуальности, как научиться развивать в себе энергии, которые позволяют более эффективно строить семейные и межличные отношения. Юлия, представьте, пожалуйста, более подробно, чем вы занимаетесь, чтобы я не искажал вашу реальность. Хорошо. Да, это одно из направлений. То, что вы рассказали, это одно из направлений. Потому что, если говорить о харизматичности, здесь, на самом деле, много всего, с чем мы работаем. И, в первую очередь, отношения – это играет, конечно, огромную роль. А в отношениях уже интимная область, она чаще всего скрыта, они не говорят, но она очень важна для всех. И зачастую оттуда идут проблемы уже в другие области. То есть мы говорим, что мы разошлись, потому что мы не поняли друг друга. А на самом деле вот этот маленький камушек из интимных отношений, он перерастает в снежный ком, который разрушает всё остальное. И поэтому мы понимаем, что поскольку, видите, у меня цвет оранжевый, друзья, это вторая чакра, и мы сегодня будем говорить о сексуальности и о том, как сексуальность помогает укреплять семейные отношения, межличесные отношения, и какую роль вообще играет сексуальность в нашей жизни. Да, Юля? Да, да. Это очень огромный пласт. Я бы сказала, что это университет. Вот реально, это жизненный университет. Это так, потому что в этой теме можно эту тему, вернее, изучать, и в ней практиковать, и разбираться. Она бесконечна, она очень глубокая, она вот реально огромная. И я, когда столкнулась с этой темой, я поняла, что реально там это бесконечно. Бесконечно это всю жизнь мы можем изучать, понимать, разбираться. И это очень важно. Вот как только даже маленькую часть начинаешь понимать, да, и практиковать в своей жизни, сразу же жизнь становится намного интереснее, и в ней больше любви, расслабленности, принятия, да. Вот, казалось бы, интересная такая взаимосвязь. Когда мы работаем с сексуальностью, в нашей жизни получается больше принятия, да, раскрывается сердце, и нам легче принимать любые события спокойно, и принимать и отпускать, принимать и отпускать. А вот я, раз я понимаю, значит, раз у нас стоит вопрос такой, что надо помогать людям развивать сексуальность, значит, наверное, где-то она сломалась. Потому что в моём понимании мы от природы сексуальны изначально, потому что сексуальность — это тот драйв, который заставляет и притягивает нас друг к другу с нашими противоположными для того, чтобы проливать рот. То есть это прошитая программа у нас под сознанием. Но раз статистика, насколько я помню, поправьте меня, пожалуйста, не ошибаюсь, статистика очень такая печальная, порядка 70-75% женщин, которые никогда не испытывали полноценного оргазма. И вопрос, что же случилось с нашим обществом, почему потерялась сексуальность, то, что было у нас изначально прописано с нашего рождения, потому что программа выживания рептильного мозга номер один, что-то сломалось, и что вот у нас происходят такие ситуации, что нарушается, теряется сексуальность. Что происходит? Как вы думаете? Раскройте нам эту тайну. Из вашего опыта, вот тех людей, которые приходят к вам в Академию, какие первопричины этого? Ну вот смотрите, есть несколько моментов, касающихся сексуальности. Если говорить о программе выживания и продолжения рода, эта программа работает прекрасно. Всем встроено в голову, особенно женщинам, что нужно обязательно выйти замуж, обязательно родить ребёнка. это встроено в неосознанное, в бессознательное, я не знаю, на все уровни, наверное, встроено, и поэтому женщина просто как кролики за ударом. Да, и ждёт своё время, когда ей пора выходить замуж. Да, да. Если этого не происходит, то это очень болезненно для женщин, для кого-то очень травматично, для кого-то болезненно. Кто-то справляется с этим или забивает внутрь, но эта программа всё равно есть внутри. И эта программа работает. Но в сексуальности есть ещё другая область. Вот эта область, она находится за запретом, так скажем. То есть запрещено получать удовольствие, запрещено ощущать. И если вы посмотрите особенно женскую историю, где женщинам было запрещено получать оргазмы до 1976 года, да, то есть это… У нас секса не было, да, в Советском Союзе секса не было, только была партия правительства. Да, так смотрите, до этого года оргазмичные женщины считались больными, их лечили от оргазма. С разницей, с разницей, да. Да, то есть это была болезнь. Вот, потом возьмём религиозную тему, да, женщине было запрещено что-то чувствовать, ощущать её, там, смотреть на мужчину, желать мужчину, да. То есть это было запрещено. Эти все программы вовольны. И они в нас находятся. То есть запреты поколения, запреты социума. Даже сейчас в наше свободное время вроде бы как женщина свободна, она может выбирать мужчину, да, она может иметь спокойную, там, свободную, интимную жизнь, да, с кем захочет или нет. Но если пойти глубже, то мы увидим, что и психика, и тело женщины закрывается, закрывается на неосознанном уровне, потому что это запрещено, это запрещено. И эти программы, они находятся в нашем теле, они находятся в нашем неосознанном. То есть это программы, которые пришли у нас, я понимаю, прежде всего от родителей, да, я не говорю там просто о жизни, карма, естественно, это само собой разумеется, но самое первое уже в этом социуме, в этом теле мы получаем программы установки новые психологические, прежде всего от нашего окружения, да, наших родителей, близких, родных, и тот опыт, который мы получаем уже в социуме в мере своего роста, да? То есть давайте обзвучим вот такие основные проблемы, которые приводят, чтобы наши слушатели понимали, какие основные проблемы приводят к тому, что мы теряем, что люди сегодня недостаточно сексуальные, недостаточно проявляют свою сексуальность. А напомним, что сексуальность — это вторая чахра, это вторая энергия после первой чахры по мощности, и в моём понимании это топливо, да, если мы говорим уже по чакрам, это вторая чахра, это топливо для третьей чакры, а третья чакра — это достижение, это обеспечение, это, проще говоря, добробут, это благополучие материально. Если не будет второй чакры хорошо наполненной, то есть не будет нашего топлива, то оттуда и проблемы финансовые, материальные, а сезонимые и семейные. Поэтому важность этого процесса очень-очень важна. Давайте сейчас обучим, что же, что поймаешь, вот это является причиной вот этого всего, вот окупы, чтобы люди понимали. Вот смотрите, мы не будем уходить в родовые программы, да, вот даже вот просто в нашей жизни и самые элементарные сексуальные блоки, которые нам встраивают родители во младенчестве, да, это запрет описаться и обкакаться. А вот когда маленький ребёночек, да, есть медицинские, так скажем, да, определения, что один террорус на 2,5 лет, ещё физиология ребёнка не выстроена так, чтобы сдерживать, да, вот эти позывы. И поэтому ребёнок писается и какает, да, автоматически. То есть это самопроизвольно идёт удаление ненужных материалов из нашего тела. Вот, но на уровне психики что у нас происходит, да, если ребёнок описывался, особенно в обществе, то это поругается, да, обществом и особенно родителями. Вот, и если, так скажем, в голову мамы встроено её мамой порицание, что это нехорошо, то, соответственно, это передаётся автоматически ребёнку, да, ребёнок описывался, его поругали, ребёнок там обкакался или пукнул, да, его поругали. И это происходит миллионы раз за этот небольшой промежуток времени. А если побольше, да, то есть это же происходит каждый день по несколько раз. А может, если посчитать это, то это выльется в миллионы, там, может быть, и больше. Вот, и получается, что мы получаем вот эти вот блоки сексуальные, и их несём. А если говорить про женщину, то, и рассматривать физиологию, да, женскую, то для того, чтобы ей получить оргазм, ей нужно расслабиться. Вот, а наша, так скажем, внутренняя часть, интимная часть Йони, она очень близка к мочевому пузырю, да, там просто маленькая стеночка. И, соответственно, у женщин очень часто возникает ощущение, что если она расслабится, то она отписывается. А взрослой женщине — это просто нереально. Это невозможно, это же позорище какое. Вот поэтому для того, чтобы не отписываться, женщина напрягает свои внутренние мышцы. Так что интересный вопрос, вы поняли. Надо же, это здорово, интересно. Вот, и в итоге, а если женщина не может расслабиться, она не может получить оргазм. Это невозможно. Вот, и поэтому вот... То есть мы подведём итоги на этом этапе. Значит, я понимаю, что, ну, я слушаю себя. Друзья, как вам отзывается, наши слушатели, кому выводите вопросы, друзья, задавайте вопросы, пожалуйста, Юлия. На моём понимании самое первое, сказали, это... Это идёт с детства блоки. Мы сейчас говорим о блоках. Да, друзья, напомню, что в наш эфир мы говорим о сексуальности мужской и женской, как она помогает строить счастливые семейные отношения в этой перспективе. И сейчас мы рассматриваем, какие блоки создаются, какие причины блоков сексуальности, неразвития нашей сексуальности. И первое, что Юлия озвучила, она сказала о том, что начинается с детства, когда неправильно родители формируют отношения к тому, что на естественные физиологические потребности и проявления ребёнка в виде сходить в туалет, пописаться или покакать. И, соответственно, когда возникают блоки, с детства начиная, то этот блок несётся уже взрослой, год же, с этой женщиной. И она, таким образом, зажимаясь, не может позволить себе прочувствовать это наслаждение своей иной. Да, да. И можно затронуть мужскую тему. Да, да, да. Звусторония очень важна. Моменты, которые я отследила, это тоже встроено в неосознанное и осознанное тоже у мужчин. И у мужчин есть очень сильный страх не иметь эрекцию во время интимной близости. А вот что, если этого не происходит, да, то есть это неосознанный страх, а вдруг, а вдруг не получится. А, а вдруг не получится. А вдруг не получится. И на всякий случай у мужчин заготовлены… Видите, у меня же голос запретно произносить это идёт, представляете? И, соответственно, у мужчин приготовлены объяснения, что если это не происходит, то, значит, идёт очень простое объяснение «я устал». Да, как такая заготовочка на всякий случай. Но на самом деле это очень мощный… Хорошо, что не голова болит, как обычно женщина, как голова болит. Голова не голова болит. Этот страх, он присутствует, и он тоже мешает, соответственно, мужчине проявляться и быть хорошей любовью. Как вы думаете, какая причина, вот это интересная тема для меня, как вы думаете, какая причина того, что у мужчин может… такие вообще мысли появятся, что у него может не быть эрекции, что естественная природа ваша. Откуда у него эти… вот эти вот такие вообще мысли возникают? Это, знаете, это не мысли, это неосознанные страхи. То есть это… чаще всего это не происходит на уровне мыслей. А вот чаще всего это происходит как-то на неосознанном, бессознательные, да, такие моменты. И я думаю, я не могу утверждать стопроцентно, да, но один из моментов, который может быть проявлен, да, потому что это отслеживается, на самом деле, достаточно часто. В детском возрасте, вот возраст 5-6 лет, да, самый такой очень сильный пик сексуальности детской, если вы наблюдали. Девочки очень сексуальные, вот у кого есть дочки 5 лет, да, то просто вот для мам это пример для подражания. Они, ну реально, они очень сексуальны, очень женственны в этот момент. И вот имеет смысл прям копировать их, копировать, копировать их поведение, особенно когда вот дочки взаимодействуют с папой, да, вот они очень женственны, они очень сексуальны. Вот, а у мальчиков проявляется активность с точки зрения, что они не приемлят нижнее белье, да, то есть они раздеваются, бегают, показывают свою писью, вот, и это происходит, допустим, в детских садах, да, и если это происходит вот в детских садах, то там идёт публичное наказание, идёт публичное наказание, и все другие мальчики это видят, и, соответственно, это забивается, то есть для кого-то это очень яркий пример, даже, может быть, это не является психической травмой для того, кого наказывают, да, но это может быть очень сильной травмой, кто наблюдает это наказание, вот, и это может быть, может быть не наказание, но порицание, да, или какая-то фраза сказанная, да, достаточно эмоциональная, и это всё закладывается, на самом деле, в нас, да, в нашем теле, а вот потом идут разные медиа, структуры, да, где говорится, фильмы, например, да, где говорится, там, мужчину осуждают, а ты, ты, типа, не можешь, да, то есть вот разная тема, это же всё идёт с экрана, и, соответственно... Морская сила, понимание того стандарта, что у тебя должна быть морская сила, понятно. Значит, получается, что, значит, поскольку мы от природы уже сексуальны, да, это однозначно, потому что это номер один задача, чтобы мы продлили род, иначе мы бы вымерли, поэтому если что-то не так, значит, получается, где-то что-то сломалось, и вот нам нужно найти, где же то, что оно сломается. Как сказала Юлия уже до этого, что идёт порицание. Я бы ещё добавил, так сказать, добавлю ещё свою, то, что я вот в этой теме помню. Значит, это когда вот, ну, неправильное сексуальное воспитание, прежде всего, то есть недостаток сексуального воспитания, да, когда это на втором году жизни у нас идёт, первый раз, потом на девятом году жизни, когда, ну, мальчиком в данном случае называют его гениталии разными там винтиками, шурупиками, краниками и так далее, то есть непринятие, или говорят там, фу, это грязно, не трогай это и так далее, то есть, если у мальчика там эрекция возникла, какая-то самопроизвольная, то есть его мама там порицает, что-то такое, что у тебя даже бесстыдник, вот здесь вот, наверное, это всё штука и закладывается. Ещё я вспомнил меня, который взрослый мужчина, ему было где-то 35 лет, и он в деревне поженился, и у него была первая свадебная ночь со своей супругой в одной комнате с родителями своей жены. Мало того, что да, он был пасынком, то есть примак называется у нас, пришёл в чужой дом, и комната одна, большая дом, и там все, бабушка, мама, и они с женой вот в одной всей этой комнате. И у него это дело, конечно, он не мог это сделать, он не мог первую врачную ночь провести со своей женой нормально, утром родители типа, а что такое, что случилось, что у меня ничего нету, а у тебя что-то, наверное, проблемы какие-то. И вот с этого момента, хотя парень, у него всегда было всё хорошо в этом плане, он говорит, но вот с этого момента началось у него вот именно вот это ощущение того, что с ним что-то не так. Причина, да, причина, друзья, это не то, что с тобой что-то не так, да я считаю, что у всех, если тебя покармить только не положено, да, там не иметь вот этой игрушки, чтобы она у тебя работала, продление рода, то есть тебе говорят, ты род должен, тебя не должен продаваться, род после тебя, это другой вопрос, но, наверное, в 99,9% всех всё нормально. Поэтому, если у кого-то есть, так проблема с эрекцией, и, прежде всего, да, надо понимать вот эти установки, проработать эти блоки, которые возникли, где их найти и их прорабатывать, это номер один, потому что от природы мы все сексуальны. Да. Для нас, я могу сказать, добавить, что на самом деле, вот когда мы начинаем работать с сексуальными блоками, их оказывается очень много, там просто работать, работать и работать, вот, и особенно то, что касается женщин, да, то есть с женщинами ещё более глубоко работают. А вы скажите, да, потому что мы знаем, если женщина недовольная, а если она не удовлетворённая, я понимаю, что и весь мир не удовлетворён, даже знаете, это печалка. Давайте озвучимся, чтобы понимать, что кто-то проснулся, пробудился и начал сомневаться и сказать, друзья, да, ещё напомню, что всё, что мы говорим, всё, что я, по крайней мере, я говорю, вы мне не верьте, не слушайте, сомневайтесь, просто всё, что я говорю, только моё видение. Помните, что самые лучшие ответы находятся у вас внутри. Поэтому, если вы по окончании нашего эфира просто идёте сомневаться, это уже будет класс. То есть ищите ответы у себя внутри, гуглите и так далее. Окей? И самое главное, что вы начнёте искать ответы. Это самое важное. Вот здесь вот, вот здесь вот тоже есть ловушка. То есть когда мужчине говорят, что если твоя жена не удовлетворена, то у неё, так скажем, плохое настроение и всем плохо. И тогда мозг мужчины срабатывает следующим образом. Если удовлетворить женщину, то значит, это нужно иметь обязательно сексуальные отношения, то есть с проникновением и иметь секс. И тогда он её удовлетворит. И в итоге получается это на самом деле ловушка захлапывается. И женщина становится ещё более неудовлетворённой, потому что на самом деле женщине нужен не секс. Секс, в моём понимании, это как уже десерт, это какая-то вишенка на торте, это уже финальная экшн. Что мы знаем, оргазм можно испытывать даже без физического контакта, тантрической, тантрической, обмен тантрической энергией, да? Да. Ну вот есть такая статистика, что когда женщин спрашивали, что вы выбираете, ласку или секс, 90% женщин выбирало ласку, и те женщины, те 10%, которые выбирали секс, после того, как они его получали, они понимали, что на самом деле им нужна в первую очередь ласка. Подготовка, даже разогревая, разогревая энергия, разогревая, как говорится, машина, прежде чем начать двигаться, надо разогреться. И, наверное, да, ласка, можем сказать, физическая, а изначально, наверное, добавил бы я это энергетическое, эмоциональное, вербальное, да, то есть ты начинаешь, и даже обмен энергии, да, ты смотришь, обмен вот этими энергиями, да, безсловесной, безмербальной, а это физическая, это уже, это уже финальная зона, финальная action. Да. Если вот сейчас касаться женщин, то, так скажем, секс для женщин начинается, ну, так условно говоря, да, вот муж пришёл с работы, да, и вот как он на неё посмотрел, в каком настроении он пришёл, вот первый этап сексуальных отношений. Если там что-то не так, то всё, ещё что-то не так, ещё что-то не так, в итоге у неё болит голова, и она просто прямо говорит, я не хочу, всё. Я бы добавил, что при людях до того, как муж появился в физическом пространстве своего дома, своей принцессы, можно ещё предварительно, да, смсочку отправить, там, дорогая, а в чём ты одета? А где твоё любимое красивое бельё, которое мне нравится? Да-да-да, или я там, то есть заранее ты ещё подготовил, она уже ждёт, ожидание процесса, и фантазирование, строение образа, она уже её настраивает, это ещё на тонком плане. Да-да, потому что есть такой момент очень важный, и для мужчин, конечно, это очень важно понять, принять, что для женщин на первом месте стоит ощущение любви. и вот если она это не ощущает… Быть любимой, да? Быть любимой, да? Да, любить, быть вот именно в два конца для женщин, в один конец не работает. То есть если она любит и нет ответки, то она несчастна. Вот если её любят и нет с её стороны тоже ответа, то это тоже не тот вариант. То есть в том случае, когда идёт обоюдная любовь, да взаимная любовь, вот тогда женщина полностью может раскрываться, и вот здесь уже внимание мужчины это и есть не что иное, как ощущение любви, как проявление любви для женщины. А как это внимание будет проявляться, это уже вот разные нюансы, которые… с которыми тоже нужно работать, которые тоже нужно изучать, практиковать и внедрять в жизнь, да, чтобы это было, ну, условно говоря, на автомате. Я бы здесь добавил ещё такую роль, очень важную роль вот в женственности, сексуальности женщины, очень важную роль, считаю, играет мужчина. Как бы это, моё понимание, из моего опыта, это как бы такая финальная инстанция, что ли. А ведь женщина от рождения, как мы сказали, женщина, мужчина, мы сексуальны, но где-то в процессе нашего эволюционного развития, социального развития, нашего воспитания где-то эта сексуальность заблокировалась. И вот моё понимание, наверное, в первую очередь нужно… обоим нужны девочки и мальчики развивать сексуальность, но очень-очень важно, чтобы мужчина тоже был сексуально образованным, потому что девочка может быть суперсексуальная, получила эту сексуальность в своём семейном очаге, в своём семейном доме. Но пришла к мужу, который говорит поза только вот это «Lay down on the bed, pretend you are dead and think about England», как было в Англии за времена королевы Виктории, пуританства, что инструкция была как заниматься сексом. Вот она звучала так по-английски оригинально «Lay down on the bed, pretend you are dead and think about England». А это означает, что лежь лицом вниз на кровати, прикинься мёртвой и думай об Англии, пока муж занимается, свой долг выполняется. Вы знаете, я всё это не так давно нашла в интернете инструкцию для благородных девиц, то есть для России, для благородных девиц, как ей правильно заниматься, выполнять супружеский долг. И там было нечто подобное. Лежи, не двигайся, не издавай никаких звуков и дай своему мужу выполнить свой супружеский долг. Это всё в социуме, это всё в воздухе, это всё закладывается, закладывается веками. Это женщина, и всё, она лежит и ждёт. Или не проявляет то, что чувствует, потому что запрещено, или потому что она просто не знает об этом, она просто не знает. И, конечно, поэтому сейчас мы живём в таком шикарное время, когда раскрываются знания, когда мы можем этому учиться, мы можем обучаться чувственности, мы можем научаться слышать своё тело, проявлять это. И прямо сейчас шикарное время, когда имеет смысл парами, чтобы в паре пойти, обучаться вместе, чтобы разговаривать на одном языке, чтобы понимать друг друга. И тогда реально отношения становятся просто суперскими. И женщина расслабляется, снимается напряжение с её тела. И тогда она наполняется. А напомним, друзья, что вы знаете, что центр удовольствия — это женская вагина. Матка — это центр удовольствия, Вселенная — самое лучшее место. И если наша женщина не удовлетворена, то вы представляете, как вы будете удовлетворены. То есть если удовлетворена женщина, счастливая женщина, счастливый мир вокруг неё. Поэтому мужчины, напоминаю мужики, это в наших интересах, чтобы женщина была наша счастливая. Когда счастлива она, счастливы все мы вокруг. И вот закончу идею о том, что как мужчина может сломать, подавить даже самую сексуальную женщину своим невежеством, своим незнанием, своей грубостью мужицкой, когда он сам сексуально не образован, и он не даёт своей женщине раскрыться, хотя она наполнена, она пришла, уже сексуальная, но его невежество, его грубость подали даже самую сексуальную женщину. Поэтому мужчины, мужики на нас это большая ответственность. Тем более пятая чакра, это наш центр обучения. Если даже ваша жена не знает, то вы должны её научить, вы должны помочь ей раскрыться. А когда женщина раскрывается, вторая чакра, когда, сказала Юлия до этого, очень важный момент, о том, что женщина должна быть расслаблена. А когда она расслаблена? Когда она защищена. А кто защиту это даёт? Мужчина. Это наша ответственность, первая чакра. Поэтому если, здесь очень важный поинт, если мы не можем дать своей женщине защиту, а самая первая защита в наше время это эмоциональная, психическая, то есть женщина спокойная, эмоциональная, что всё хорошо, нет никаких проблем. Дом не заберут, есть что покушать, крыша над головой есть, и всё хорошо и комфортно, и она любима. Тогда она способна раскрыться. И она знает, что как бы она себя ни проявляла, никаких порицаний или там ой-ой-ой, со стороны мужчины не будет. То есть она полностью раскрыта, расслаблена в своём проявлении, как женщина. Это очень важно. Поэтому мужчины… Я с другой стороны добавлю, уже с точки зрения для женщин обращения, вы сейчас к мужчинам делали, а я для женщин, что девочки, расслабляйтесь, не бойтесь проявляться, потому что на самом деле, когда мужчина видит, что его женщина чувствует, что вот как она проявляется, движение тела, звуки, которые сдаются, это приносит мужчине просто колоссальное удовольствие и даёт огромную силу, вот, может, там, чувствование себя мужчиной, да, и вообще просто созерцание женщины, которая чувствует себя, своё тело, да, то оно мужчину очень сильно наполняет. Вот, потому что очень часто женщины думают, что мне нужно ему сделать хорошо, мне нужно вот, чтобы ему было… Ущерб себе, да, ущерб себе. А в итоге получается, что она, забывая себя, прикрывает кислород всем. Вот, поэтому… Традая, традая, думая, что она поможет, а она только истощается, истощается, истощается. Поэтому самым лучшим выходом будет, это когда женщина просто погружается в себя, вот ушла она в свои ощущения внутрь, и всё, её больше ничего не волнует. Она слышит свои ощущения, чувствует прикосновение своего мужчины и вот дарит ему, делится своими ощущениями, наслаждением и так далее. Это самый лучший вариант. Обмен энергиями, да, то есть продолжается, начинается. И вот здесь как раз хочу добавить, есть ситуации, когда вот после интимной близости чувствуете, мужчина или женщина чувствует упадок сил. Упадок сил. Один из примеров того, наложиться спать. Ну, я не говорю в том случае, когда вы уже в 5 часов утра, там с 10 до 5 утра вы там не спали, другой вопрос. Но когда до близости была полная сила энергии, но после близости почему-то куда-то силы убежали. И вот в моём понимании это говорит о том, что нету достаточно обмена полноценного между мужчиной и женщиной. Да, вторая, четвёртая чакра, вторая, четвёртая, вторая, четвёртая. Да, мужчина даёт, женщина принимает, через сиденье даёт, даёт циркуляция. Нету циркуляции, это энергия. Когда нет этого обмена, а обмен не от ума, да, то есть вот энергия. Вот Юлия сказала, нужно быть в чувстве, в процессе быть, в состоянии, когда слить от двух тел идёт. Вы просто наслаждайтесь, вы слились в одно единое, вы мурлыкаете, мяукаете, вы просто кайфуете, чувствуете тело, вот это всё с потенцией, оно прилипло к одной единоциловой, как с ямской близнецы. Вот это хайф, вот он, обмен энергиями идёт. Настолько это важно. Вы даже звучите одинаково. Кстати, друзья, попробуйте такую технику, мы используем в нашем процессе, когда вы испытали оргазм, уже наслаждайтесь, расслабляйтесь, просто спойте мантру Ом. Такое классно, такое классно. Вибрация просто, или какой-либо другой, неважно, вибрация совместная, такой кайф, просто вау. Очумительный. Так что, друзья, вы чувствуете, что у кого-то сила, потерять силу, значит, посмотрите, что-то где-то кто-то не отдавает. Это очень важно. И да, и вот во время оргазма самого, процесса, не сдерживайте свои чувства, свои энергии, свои дыхания, свои эмоции, проявляйте по полной, не стесняйтесь. Это блоги, которые мешают. Если ты оргазмируешься, так ты по полной, потому что пускай взрывается вся вселенная, как шриба и шахте. Ну, идет взрыв такой, позвольте этому быть. Это нормально? Это нормально? А не так вот подушечку, чтобы никто не слышал. Это безопасно. Да, еще можно добавить, это безопасно. Потому что тоже мощный плод. Но вообще, эта тема, она, конечно, огромная. О ней можно говорить, говорить, углубляться в более детали, да, разбирать их более детально. На самом деле, есть о чем говорить. Для меня это все равно. Давайте скажем пару подсказочек, такие, как улучшить, как иметь хорошую интимную близость. Как вот ее улучшить? Например, такие, несколько таких подсказочек, типсов для наив. Ну, вот я могу дать пару секретов, так скажем, для мужчин, да. Не знаю, есть у нас тут мужчины, нет? Они будут, если нет, будут, да. Точно. Да, да, Для мужчин, да, чтобы подготовить свою девушку, да, к интимной близости. Вот, причем это можно делать публично, да, это не будет осуждаться, но это уже, как я говорила, что секс для женщин начинается еще задолго, непосредственно до интимной близости, да, то есть такой прием, я не знаю, дают его в пикапе или нет, но это вот в телесной терапии очень хорошо дается. то есть когда мужчина кладет свою руку, да, на шею, вот сюда вот, да, на шею, на пятую чакру получается, да, женщина, и греет ее, то есть вот просто делает. это называется массаж, вот, но только не надо там тяжесть всю, потому что накладывать. Не падайте на нее, да, сестра просто. Потому что мужские руки все-таки тяжелые, да, то есть так, чтобы вот держаться, и в принципе получается физически, для всех кажется, что просто мужчина положил руку на, ну, на шею там, женщине, да, но на самом деле все его внимание должно быть в этой руке, в центре, вот здесь у нас центр энергетический, да, и он туда дает свое внимание, и женщина чувствует его энергию. Вот, а это… Какая рука, левая или правая? Ну, обычно правая дает, да, левая берет, да, вот есть такое, то есть правая рука. Но тут есть такой момент, смотрите, желательно, чтобы женщина была слева от мужчины, не справа, потому что если справа, если его правая рука, она тогда автоматически становится… Давайте скажем, почему слева должна быть, да, потому что левая сторона – это женская, а правая – это мужская, когда женщина находится по левую сторону мужчины, она чувствует защищенность по мужской, а мужчина наполнен с женской стороны. Здесь есть такой момент, когда мы кладем руку на шею, да, то мы, получается, автоматически уже готовим матку женщин, потому что здесь идет прямая взаимосвязь. Так получается, тогда левая рука получается на лошадь? Получается левая, да, то тогда, ну, главное, чтобы вы здесь знаете, здесь очень важный момент, чтобы внимание мужчины было в его руке и в теле, к которому он касается, да, в той части тела, к которой он прикасается, вот, и это, или когда он ее обнимает, например, да, то есть вы как-то сидите, то есть вот в этот момент, то есть, это может быть… Правая или левая, как вот с вашего опыта лучше? Правая дающая, да, и мужская энергия. Мне, как бы, по идее кажется, что женщине нужна как раз мужская энергия, потому что у нее своя-то женская есть, лунная, да, но вы скажите, как вот это лучше сделать? Ну вот здесь я, честно говоря, сильно по поводу правой и левой руки не обращала внимания, да, то есть я посмотрела на этот момент, вот, но здесь вот сам факт, что когда лежит рука на шее женщины, внимание мужчины вот в этом месте, да, энергия идет туда, то женщина начинает, тело, женское тело начинает расслабляться, вот, то есть вот эта, так скажем, ответственность, которую женщины на себя берут, 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 да, она уходит, вот, и это одновременно идет такой прогрев матки, да, женщины, потом следующее, это на уровне... Мужики, как вы, знаете, мужики, прежде чем двигать машину поехать, надо завести, разогреть двигатель, вот это то же самое, разогреваем, разогреваем. Потом идет область сердца, да, у нас сердечная чакра, там между лопатками получается, вот, тоже разогрев, мы раскрываем сердце, да, женщины, вот, потом следующий очень важный момент, это область кожи, сначала наверху, воротниковая зона, потом в области сердца, потом в области рвачака, да? нет, еще, нет, еще почки, потому что в почках очень много страха, на самом деле, да, очень много, почки аккумулируют в себя страх, плюс почки, на самом деле, с точки зрения китайской медицины, это первый орган, который включает все остальные органы в теле, то есть если в почках нет энергии, то, соответственно, нет энергии и в остальном, ну, в остальных частях нашего тела, вот, поэтому почки очень важны, и когда мужчина, особенно вот если он, к примеру, женщина о чем-то переживает, например, да, волнуется за что-то, да, если в этот момент мужчина кладет ей руку на уровень почек, да, а это нижнее подреберье, да, вот, где ребра закачиваются, вот под ними находятся почки, и то тогда вот это тепло, во-первых, очень тепло, да, идёт тепло туда мощное, женщина расслабляется, у неё уходят страхи, да, и, соответственно, одновременно вот с этими страхами, к примеру, того, что вот сейчас происходит, уходят другие страхи, да, которые неосознанные, которые там из поколения в поколение передаются, которые она в детстве насобирала, которые она приняла с других людей, да, мы же очень много на себя берём от других людей, вот, то есть она начинает успокаиваться, расслабляется, и потом уже следующий этап, это область копчика, и вот здесь уже идёт прям прямой разогрев, да, соответственно, женской сексуальности, вот, это можно использовать, и такие прикосновения, они не запрещены в обществе, так скажем, да, это можно делать публично, вот, то есть это... А как публично можно первую чакру? Это надо руку положить на область ягодиц, в нашей кокре, в нижней? Первую чакру мы не трогаем, копчик, мы останавливаемся на, не копчик, вернее, мы останавливаемся на уровне крестца, мы останавливаемся на уровне крестца, то есть это нижняя часть поясницы получается, да, чуть-чуть, но не очень низко, потому что там уже очень интимно получается, да, так как бы... да, 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 вот, но уже более такой интимный момент, да, там на публике, который мы не используем, да, то есть просто вот на уровень крестца, просто мы кладём руку и греем, да, то есть эта область, она важна как для женщин, так и для мужчин, вот, и оно, это уже такое прямое, вот... это вот при людях же, когда вы уже разогрели верхние чакры, и когда вы уже вас никто не видит, вы уже можете разогревать и первую чакру, там даже с двумя руками, что это делать. Такие секретики, но для женщин, для женщин я бы порекомендовала просто вот дышать, да, дышать, дышать глубоко, дышать ртом, да, и звучать, вот, потому что есть такой момент, что когда женщинам хорошо, и когда женщинам плохо, они перестают дышать, просто они замирают, вот, и не дышат, вот, и это может быть в связи с тем, что ей некомфортно, да, или больно, например, да, идёт замирание, и это также происходит тогда, когда она начинает испытывать оргазмические ощущения, она чувствует энергии, и автоматически идёт вот на неосознанном уровне тоже блокировка, она собирается, да, и вот внутри как бы переживает, но внешне не показывает. То есть вот эта вот блокировка, она тоже происходит, и когда приятные ощущения женщина испытывает. То есть если чувствуешь волнение, самое первое, это просто продышись, продышись, да, подыши. А дышать носом или ртом нужно? Открытым ртом или носом? Лучший вариант – дышать ртом, да, глубоко, и оно происходит на самом деле, вот, когда женщина расслабляется, и, может быть, вы отметили, в момент, когда вот она ощущает, идут оргазмические ощущения, она начинает дышать ртом. Тут оба так, оба дышат, а потом не до медитации. Да, да, такой глубокий вдох, глубокий вдох, глубокий выдох, вот, если ртом, там, если пересыхает во рту, то просто можно слюной смочить, да, языком там поводить, смочить рот, и опять продолжать, то есть оно, в принципе, и это такое очень энергетическое дыхание, оно усиливает чувственность. А вот интересно, да, я сейчас задумался, ну, в принципе, это холотрудное дыхание получается, да, давайте сейчас подумаем, озвучим, почему именно во время интимной близости мы дышим ртом, и нужно дышать ртом. Как вы думаете? Потому что, когда мы дышим ртом, это самый максимальный момент для расслабления тела, и когда тело расслаблено, идёт энергия, очень много энергии входит, вот, и поэтому вот этот процесс, он, ну, как бы автоматически рот открывается, чтобы энергия не застревала, и чтобы тело расслаблялось, потому что как только мы закрыли рот, рот, мы перестали дышать, соответственно, перестали дышать, мы, мы, соответственно, напряжены, да, или не расслаблены. То есть здесь вот эти вот маленькие взаимосвязи, они в итоге приводят автоматически к тому, что мы дышим. И, соответственно, мы можем наоборот работать, то есть не ждать, когда это само собой произойдёт. Мы сразу начинаем дышать глубоко, и в итоге тело расслабляется, и в итоге начинаем ощущать те ощущения, к которым все стремятся. Интересно, надо больше. Друзья, ищите ответы на эти вопросы. Вопрос был такой, почему надо дышать, почему мы дышим ртом, а не носом во время интимной близости. Я добавлю своё видение, а это не научное абсолютно, мне не верьте, в моём понимании мы дышим ртом прежде всего, потому что это как при халатом дыхании, при гипервентиляции происходит. В этом случае мы напитываем клетки головного мозга кислородом большим количеством, и происходит какое-то наркотическое состояние, как я сказал, помогает, мне так кажется, этому процессу. И плюс во время активного дыхания через рот происходит больше динамическая медитация Оши, она как-то с этим связана больше. Потому что в моём понимании, вы сказали ртом, успокаиваемся, не знаю, может, из-за кислорода, но в моём понимании, как раз когда мы дышим носом, медленный глубокий вдох, задержка дыхания и медленный выдох, как раз физиологически мы успокаиваемся, когда носом дышим. Из моего опыта я... Ну, надо, короче, это просто, это надо изучить более глубоко. Мне кажется, в основном, это вот именно напитка тела, напитка организма кислородом, вот-вот-вот, мне так кажется. Ну, вы меня не верите. Не знаю, может быть... Знаете, как маленький момент, когда становится больше кислорода в теле, тело начинает расслабляться, вот мышечные зажимы уходят, энергетические зажимы уходят, но то, что энергии реально становится больше, вернее, вот так, когда тело зажато, энергия не может проникнуть в тело. В первую очередь нужно расслабить тело. Как только тело расслабляется, а для женщин это могут быть... Знаете, это не только для женщин, это для мужчин, для мужского тела это тоже важно. Это ластовое прикосновение. Есть несколько разных прикосновений, вот там есть несколько прикосновений, то есть это в принципе любые любящие прикосновения, где всё наше внимание, того, кто прикасается, всё внимание вот в том месте, где мы касаемся. И тогда идёт энергия от нас или через нас, так скажем, и тело начинает расслабляться на физиологическом уровне, и тогда оно начинает впитывать и пропускать через себя энергию. И вот этот очень важный момент. И вот прямо сейчас хочу, прямо вспомнила сейчас, хочу сказать, потому что это очень важно, и это больше к мужчинам относится. Вот, потому что как только внимание мужчины переходит на что-то другое, то женщина это чувствует сразу, это ощущение пустоты. Она может не осознавать, что что-то происходит, да, и здесь уже несколько градаций. Если она сильно перенапряжена, к примеру, да, слишком много стресса в её теле, то вот это отвлечение мужчины на что-то другое тут же вызывает бурю эмоций, да, то есть это может закончиться конфликтом. Вот на автомате просто, это вне сознания происходит, выплеснулось. Вот, если нету такого сильного напряжения, да, то женщина чувствует вот эту пустоту, она не понимает, что происходит, но она чётко знает, что что-то происходит. Вот, и здесь может быть двойной момент, или она это принимает на себя, что чаще всего происходит, да, что я какая-то не такая, что что-то во мне не так, поэтому идут вот эти ощущения. Вот, или второй момент, она просто уже перекидывается на мужчину, значит, я ему неинтересна, опять-таки как бы, да, я ему неинтересна, потому что что-то во мне не так, да, то есть вот этот вот круг всё время замыкается на ней чаще всего. Поэтому для мужчины очень важно сохранять внимание на женщине. Или, если что-то происходит, ей сообщать. Если вдруг подумал о какой-то сложности на работе, сказать, знаешь, что-то вспомнил про работу, не зная, что там, почему, да? Просто сказать ей, потому что она чувствует, что что-то не то. Она мгновенно это чувствует. Или какое-то физическое неудобство. Там рука затекла, нога где-то не там, да? Вот, соответственно, внимание ушло вот в эту боль. И она это чувствует. Но она не знает, что происходит. Просто сказать ей, слушай, давай поменяем положение, потому что там мне некомфортно. Или бывает на уровне интимное, там что-то ему натерло, да? Вот лингам там как-то некомфортно ему, да? Это тоже чувствуется. Вот тоже сказать, поменяйте женщине. Важно об этом сообщить. Иначе она придумает столько всего, столько всего, что у мужчины просто волосы дыбом будут стоять, и глаза вылезут из орбит, потому что такое он не может представить, что о таком можно думать. Вот. И всё это из-за того, что его внимание вдруг переместилось на женщину, на что-то другое. Вот. И это очень важный фактор. Здорово, да. Я добавлю к этому, что вы сказали. Ну, тут физиология просто наша разная. Надо понимать, мужчины, да, что мужики, у нас, ну, нам попроще в плане того, что мы одноканальные, мы либо здесь, либо там. Вот здесь. Поэтому если мужчина вдруг переключился, поскольку нам проще сконцентрироваться вниманием, но если мужик вдруг во время интимной близости переключился на работу, там думать какие-то другие мысли, то это проблематично. Это говорит о том, что, ну, ты не здесь и сейчас, мужик. Поэтому жди того, что энергия потеряется во время, после оргазма, ты не будешь чувствовать наполненность, твоя жена не будет чувствовать наполненность и так далее. Соответственно, здесь, это зона ответственности. Только мысли пошли, значит, вернись здесь и сейчас. Начни ощущать, слушай дыхание, смотри в глаза, прикосновения. И, то есть, используй свой ум, концентрацию в этой точке, привязанной, где ты находишься сейчас. А вот женщине здесь вот как бы намного сложнее в плане бывает, что вы многоканальные, поэтому ваше внимание очень сильно рассеивается, да. Часть может быть здесь, меня физически какие-то там проценты, а часть где-то там, где у меня проблемы или что-то более раздражительное. Поэтому вот очень важно, мужчины и девочки, для вас до осознанности, прежде чем заниматься любовью, увидеть, что вас ничего не беспокоит. И опять же, защищенность, защищенность, которую дает нам, вам, мужчинам. Поэтому, дорогие мужчины, нам это ответственность, девочкам осознанность, понимая, что вот ты должна быть здесь и сейчас, и научись расслабляться, научись получать защиту. А чтобы получать защиту, дай мужчине возможность защитить себя. Ну, отсюда нам целая тема того, что не занимайтесь деятельностью, которая вас вызывает негативные эмоции. Чем бы только не занимались, должно вас заряжать. Отсюда и подсказки того, что женщина должна заниматься работой, которая приносит ей хлопоты, стресс только тем, что заряжает. То есть женщина – это мужская ответственность по поводу обеспечения, это мужская ответственность на понимание, поэтому женщина должна заниматься только тем, что ее заряжает, получать удовольствие. Тогда у нас будут сексуальные женщины, счастливые семьи, и не будет у нас холодных женщин, не будет у нас фригидных женщин, потому что фригидная женщина, холодная женщина – это, я считаю, искусственно сделанная ситуация, потому что по природе мы все сексуальны. Очень важно. Смотрите, здесь Даяна написала классную фразу «У женщин при расслабленной челюсти расслабленная матка, глубинное дыхание ртом поднимает жизненную сексуальную энергию». Отличная подсказка к этому поводу. Да, кстати. Такая отдельная тема, наверное, мы можем в следующий раз обсудить. Блоки, которые возникают во время самой интимной близости. Часто бывает, когда у женщин начинает спазмироваться, конечности, верхние и нижние конечности и челюстные мышцы. Это показатель того, что есть блоки. И не всегда их можно сразу увидеть. В этом случае, в моём понимании, зависит это от того, какой у тебя партнёр. То есть если во время вашей близости энергия разокочегарилась, такая очень-очень мощная, то ты можешь увидеть блок, который ты никогда не видел, скажем, до этого, когда энергия у вас была меньше. Поэтому распочегаривайте энергию побольше, чтобы посмотреть, когда есть эти блоки. Это есть. Прорабатывайте эти блоки. То есть здесь надо продышать. Как раз та же холотропка. Да, вот мы дышим. Мы продолжаем дышать. Не останавливайтесь. На холотропке продолжайте дышать, продолжайте делать, продолжайте энергию обмениваться. Ну, это целая система. Это целая система. Я думаю, что вот, Юля, у вас есть это тоже, наверняка есть у вас такие упражнения, практики, которые позволяют это прокачивать. И вот здесь хочу тоже сказать, что не надо бояться ни мужчинам, ни женщинам, что если в процессе такой проработки качественной, вполне возможно, что женщина начнёт рыдать. И это очень классно. Это очень хорошо. Пусть она рыдает. То есть задача мужчины просто её нежно обнять и просто быть рядом, присутствовать и всё. Поддержать. Не надо поправиться. Просто рыдайте, рыдайте, рыдайте. Выплакивайте. Всё, что там накопилось, все эти блоки, это просто замечательно, потому что всё, тело высвобождается. Выходит, да. Выходит, выходит, выходит. И мужчине в этом случае хорошо обнять свою партнёшу, обнять её. Да, вот дать ей чувство на левую сторону хорошо. Это отцовская любовь. Защита дать ей с этой стороны, вот с левой стороны. Дать ей ощущение защищённости. Чтобы она поплакала, порыдала, как маленькая девочка. Войдите в это, девочки. Войдите в это, сцени. В роль маленькой девочки. Ты чувствуешь папу возле тебя. Мы разные роли играем. В этом случае позволь вам быть маленькой девочкой, а своему мужчине дать роль папы. И прояви это, проиграя её. Высвободите блок. Даже не проиграя, а проживи. Да, я имел в виду, проживи, да. Просто играй, да. Играешь, живи, живи, играешь. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют, выиграешь. Играя, живи, живи, играя. Да, вот так. Ну, может быть, даже и хватит на сегодня. Ярослав, как думаете, мы очень много дали. Ну, у нас тут время есть, посмотрим. У нас ещё осталось. Сколько у нас времени ещё осталось? Так, друзья, какие-то вопросы, может быть, напишите, пожалуйста, какие-то горячие вопросы. У нас ещё есть пять минут, и мы уже заканчиваем. Да, время подходит к завершению. Какие-то вопросы пишите, пожалуйста, и мы сможем сейчас ответить. Ответим в следующий раз на эфире. Ладно, крутая тема. Пишут тоже, да, мальчики, будьте папами. Вы знаете, вот здесь немножко задержусь на этой теме. Не надо быть папами для своих жён, так скажем, да, или девушек. Не надо, потому что это, конечно, задача отцов. Это, наверное, девочка сказала как раз к тому моменту, когда вот ей нужно прочувствовать себя защищённой, я так понимаю, да, наверное? Да, да. Вот, ну вот момент. Но даже, может быть, знаете, я бы сказала, что не надо всё-таки становиться её папой, да, вот в этот момент, да, а просто дать свою любовь, свою мужскую любовь, то есть вот мужчины-любовь, да, вот этот момент, потому что… Да, но тот момент, это для взрослой женщины, да, то есть мужчина, взрослый-взрослая отношения. Но мы же помним, насколько сейчас проработка идёт с блоками, да, если у неё идёт блоки, да, у неё спазмированные конечности, челюстные мышцы, то есть это блоки, скорее всего, где-то в детстве были. И чтобы это надо вернуться в детство, я думаю, ну, я так думаю, меня не слушайте, я помню. Прорабатывается очень много в детстве, очень много всего, вот, очень много, знаете, когда я провожу сеансы по телесной терапии, да, то есть это работа с телом, вот, то мы очень часто идём, на самом деле появляется боль, да, которая не наша, например, да, или появляются эмоции, которые не наши, то есть мы берём чужую боль, чужие эмоции на себя и храним их как свои собственные, вот, и этого очень много. Это происходит в разный период нашей жизни, вот, когда иногда мы осознанно берём, да, там, чтобы, допустим, чтобы мама не плакала, да, там, беру её боль на себя, вот, а иногда бывает, мы попадаем в ситуации, когда рядом с нами что-то происходит очень эмоциональное, мы можем вообще этих людей не знать, да, но что-то эмоционально происходит, и мы неосознанно берём вот эту эмоциональную боль или физическую боль, да, то есть у нас очень много не своего. Отлично. Юлия, скажите, пожалуйста, ещё раз напомню нашим слушателям, чем вы занимаетесь, где могут вас найти наши слушатели, которые захотят развить себе женскую и мужскую харизму, сексуальность, которая даёт более счастливую жизнь. Где вас могут найти и как вас найти, да, и чем вы занимаетесь? Ну, я являюсь основателем Академии развития женской харизмы, и вот прямо сейчас мы готовим новый проект, который называется «Как стать великой женщиной для своего мужчины и великой матерью для своих детей». Вот, то есть это очень глубокая тема, она затрагивает, ну, и психологические моменты, и очень много энергетических моментов, да, и приглашаю всех, кому эта тема интересна, потому что есть же такая фраза, да, она на всех языках звучит, что всегда за спиной великого мужчины стоит великая женщина. Вот, как ею стать, и кто такая великая женщина, которая стоит за спиной, да, то есть это есть просто трактовка, которая не совсем верная, вот, и поэтому мы будем это разбирать, и, в принципе, если у нас ещё есть время, мы можем эту тему немножко затронуть, но, в принципе, это очень... У нас осталось три минуты, ссылочку, у нас осталась одна минута, ссылочку будет под этим видео. Юлия, вы можете в комментариях ещё написать какую-то дополнительную информацию, чтобы люди могли найти ссылку. Да, напишу, найти, Джулия Бахтина, вот мой Инстаграм, вот где меня можно найти. И я готова не только поделиться, со знаниями, да, то есть, в принципе, мне очень интересны вопросы, да, ваши вопросы, ваши истории, ситуации, с которыми можно поработать или имеет смысл разобрать. Вот тоже. И я благодарю Ярослава вас за то, что вы меня пригласили, и за такую интересную поседу. Мне было реально очень интересно, и это вдохновляет. Я прям обожаю, конечно, эти темы. Ему даёт это очень много энергии. И сексуальность – это вечная тема, которая радует нашу жизнь, вторая чакра. А мы здесь для того, чтобы радоваться жизни, друзья, помним, да? Мы здесь для того, чтобы радоваться жизни, исполняя свое призначение в благости, согласно телу, моей души. Поэтому, девочки, будьте девочками, развивайте свою женскую энергию. Мужчины, развивайте свои мужские энергии. Помните, кто это мужчина или женщина. И согласно своего тела, ты можешь получить максимум удовольствия, максимум второй чакры на полностью. А это и сексуальность, это всех органы 5, вижу, слышу, меняю сюда и вкушаю. Я желаю всем побольше удовольствия, любви, радости и счастья. Наполоняйтесь, заряжайтесь и делитесь, когда вы будете наполнять. Юля, благодарю вас за то, что наполнено наше пространство. Вдохновили её, друзья. Кого есть вопросы, пишите Юлию лично. Последующая, которая будет в этом описании видео. Всем любви и радости, живите в благости. Да будет с вами мир, любовь и счастье. Намасте. Благодарю, кто присутствовал в эфире и кто будет нас смотреть в записи. Друзья, если есть какие-то вопросы, пишите, мы будем отвечать с удовольствием. Пишите Юле, пишите мне. Будем обмениваться информацией. Намасте. Намасте. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова